Пятый год подряд проводится открытый городской конкурс профессионального мастерства призвания. В этом году конкурс посвящен 75-летию победы Великой Отечественной войне. 140 педагогов из 24 музыкальных школ города состязались за звание лучших. Конкурсанты готовили произведения на военную тему, в том числе и музыканты ансамбля русских народных инструментов «Волжский сувенир». Он был создан 20 лет назад учителями школы номер 3. Музыканты часто используют исконно русские инструменты, такие как коробочка, треугольник, деревянные ложки. На суд-жюри коллектив представил фантазии на тему песен Блантера. Шел отряд по бережку и Катюша. Сергей Жданов – доцент Самарского государственного института культуры в ансамбле с самого его зарождения. Ему подвластны многие инструменты, из любимых с детства баян и ударные. По его мнению, музыкальные конкурсы – это прежде всего дружеские встречи с небольшой ноткой соперничества. А знаете, бывает, что нет времени и возможности встретиться с кем-то из своих выпускников, из всех знакомых, с кем мы пересекаемся на разных конкурсах, концертах. То здесь как раз собираются все, чтобы удивить слушателя и покорить их своим тончайшим исполнением. Мы друг за друга переживаем, чтобы все было исполнено хорошо, чтобы слушатели тронуться за тонкие стронечки души. В состав жюри вошли заслуженные работники культуры Российской Федерации – Евгений Афанасьев и Наталья Файн, заслуженный артист Российской Федерации – Александр Иванов и другие видные деятели культуры Самары. Жюри выбирало лучших в номинациях – вокал, народное пение, фортепьянные и камерные ансамбли. Нельзя среди сражений уберечься от огня. И вот если в человеке есть этот огонь, огонь любви к детям, к своей профессии, к искусству музыкальному, такие люди сегодня у нас присутствуют на нашем конкурсе, и поэтому он проходит на высокой, такой звонкой, профессиональной ноте. Конкурс проходил в один день. Победители получили звание лауреата в первой, второй и третьей степени. Остальные участники – памятные сувениры. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События.